Вожатые годы подведены итоги муниципального этапа конкурса педагогов-организаторов. Первый юбилей Центра социальной помощи семье и детям отметил свое десятилетие. Зимний мяч в нашем городе стартует первый новогодний кубок по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году в РФИАЦ в НИЕФ трудоустроено 487 человек, из них 231 молодой специалист и 86 выпускников техникумов. Ключевым вузом по подготовке кадров остается СОРФТИ, но растет и число пришедших на работу на предприятия выпускников вузов Москвы и Петербурга. В следующем году сюда планируют принять 300 молодых специалистов. И важно, чтобы для их жизни и работы были созданы комфортные условия. Молодые люди не хотят жить по двое, по трое в комнате, они хотят иметь свое собственное выражение, свою собственную позицию и так далее. Поэтому будем создавать рынок доходного жилья. Такие переговоры мы начали с нашими здесь компаниями строительными. И ведем этот диалог и предлагаем им достаточно серьезные гарантии, связанные во ВНИЕФе. Четыре общежития, в них живет тысяча человек. Эти общежития либо ремонтировать надо и затратить на их ремонт приблизительно полтора миллиарда рублей с содержанием, либо создать вот этот рынок и заниматься субсидированием доплаты проживания. Не обошел вниманием Валентин Костюков и самые обсуждаемые темы года – создание паломнического туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров» и проект «Большой Саров». Что касается последнего, по словам Валентина Ефимовича Саров, «Ирфятсвнеев» как градообразующее предприятие – один из столпов, на которых стоит юг Нижегородской области. Поэтому расположенные рядом территории должны быть интегрированы в стратегию развития города. Часть направлений уже непосредственно в ЗАТО развивать нельзя. Понимаете? Их надо развивать на близлежащих территориях, создавать для этого условия. Вот взять, положим, инжиниринговые компании, которые задействованы вне Саровы. Ну, достаточно серьезные сложности в соответствии с законом по гостайну создаются для их участия. Мы должны создать такого рода условия, чтобы вот эти инжиниринговые компании были вот в этой зоне Б, и которые бы имели подпитку потенциала из основного города. Если говорить о кластере Арзамас Дивеева-Саров, то, по мнению Валентина Костюкова, лучшая суть этого проекта отразит термин «духовность» вместо понятия «туризм». Сегодня, по словам директора Федсвнеев, речь не идет об открытии города для туристов, но ведется активная работа именно по восстановлению духовных ценностей, в том числе через восстановление монастыря. Туризм – это вторично. Самое главное – восстановить все то, что вот здесь, здесь веками было и реализовано. Причем восстановить его, вписываясь вот в некую такую нашу сегодняшнюю действительность. Дальше эволюционно мы посмотрим, как это будет реализовываться. Но в сегодняшней части говорить о том, что завтра мы откроем КПП и запустим сюда паломников, ну, я думаю, что это нереально. И, по крайней мере, считаю, что это и неправильно. Также Валентин Костюков рассказал журналистам, что в следующем году планируется завершить работы по реконструкции Саровского аэропорта. В строительные работы ядерный центр ВНЕФ вложил 1 миллиард 300 миллионов рублей. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Лариса Павлова – старшая вожатая 13-й школы на своей должности всего полтора года. За это время она смогла не только сплотить вокруг себя ребят, но и наработать практически опыт для участия в муниципальном этапе конкурса вожатой года 2018. Вот не так давно мы рассказывали о великих людях нашего города, чьими именами было названо улице. Это вот последняя наша акция была. Также мы поздравляем ветеранов. А еще творческие конкурсы, благотворительные акции и экологические десанты на улицах Сарова. Обо всем этом Лариса Павлова рассказала жюри во время презентации своей методической работы. И результат не заставил себя ждать. Первое место и звание победителя городского этапа конкурса вожатой года 2018 достались именно ей. Мы презентовали новую программу, методическую разработку, которая основывалась на современных трендах, современных методиках. И вот сегодня мы немножечко об этом рассказали. Подобные конкурсы, по мнению организаторов, не просто возможность для старших вожатых города поделиться своим опытом. Это полноценный конкурс профессионального мастерства. И главный результат, которого достигают лучшие из лучших, успехи детей, ради которых и ведется кропотливая и сложная работа. Сказать ребенку о том, что ты нужен этому обществу, это архиважно, на мой взгляд. И увидеть тот результат, который достиг ребенок в социально полезной и социально значимой деятельности, и какие преобразования, прежде всего, произошли в его ощущении собственного «я» и его важности в этом гражданском обществе, на мой взгляд, это сегодня важно. Победа на муниципальном этапе для Ларисы Павловой – еще одна ступень в профессиональной карьере. Совсем скоро ей предстоит доказать важность своей работы уже на областном уровне в Нижнем Новгороде. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Двери Тёплого дома открыты с 2008 года. У истоков создания Центра социальной помощи семье и детям стояли и депутаты городской думы, и общественные деятели. Все они видели необходимость появления в Сарове места помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Первым директором Тёплого дома был Иван Ситников. Мы тогда стали осваивать это здание, пустующее здание, которое находилось в достаточно неприглядном виде, скажем так, корректно. И где-то, наверное, около года потребовалось нам на то, чтобы выбить деньги из областного бюджета на его капитальный ремонт. Тогда сумму нам выделили 6,8 миллиона. И капремонт мы закончили за три с половиной месяца. За годы работы педагоги помогли справиться с временными трудностями и преодолеть сложные жизненные ситуации многим семьям нашего города. Пять лет назад Тёплый дом возглавила Марина Колоскова. Она до сих пор с теплотой вспоминает то время, когда ей впервые пришлось переступить порог Центра социальной помощи семье и детям. Меня действительно коллектив принял с теплотой, с пониманием, где-то с осторожностью. Но команда была нацелена на результат. Команда добрая. То есть, как бы предыдущий директор постарался, подбирая кадры. Поэтому за это ему большое спасибо. Поздравить педагогический коллектив с юбилеем пришли представители городской думы и администрации. Они наградили сотрудников и бывших работников Тёплого дома памятными дипломами и благодарственными письмами. Десять лет, круглая цифра. С одной стороны, большая, с другой стороны, уже значительная. И выразить такие слова, наши теплые, благодарности, поддержки всем сотрудникам Тёплого дома. С здоровьем всем, получше, терпение. Я не знаю, душа уже у вас есть, душевных качеств каких-то же вы сами можете больше дать. Ярким продолжением юбилейного вечера стали вокальные и танцевальные номера, которые приготовили для всех гостей воспитанники Тёплого дома и детской школы искусств. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Одним из призёров федерального этапа проекта стал восьмиклассник лицея номер 15 Кирилл Дергунов. Он участвует в славе Созидателям не в первый раз. В 2016 году Кирилл снял ролик о своём дедушке Валентине Смиркалове и занял первое место. На этот раз юноша рассказал о научном сотруднике в НИЭФ Алексей Подурце. Это достаточно известный человек нашего города, краевед. Он мне мог рассказать очень много интересного о нашем городе, то, о чём я не знал. Поэтому я выбрал именно его. Во время съёмок Кирилл узнал интересные факты об истории нашего города. Например, для него было открытием, что раньше в здании дома учителя располагалась школа. А первое место жюри присудила воспитанница Дворца детского творчества София Комковой. Героем её ролика стал педагог ДДТ, руководитель объединения судомоделистов Юрий Недайкаш. В работе мне помогал мой педагог Татьяна Борисовна Исаева и человек, который ходит со мной на кружок вместе, Кирилл Новикевич. Мне кажется, что этот конкурс помогает вспомнить своё прошлое, не забывать о нём. В будущем София мечтает стать корреспондентом. Помимо ДДТ, она посещает студию журналистики в Молодежном центре. Съёмки ролика для конкурса «Слава Созидателям» стали для неё бесценным опытом, который пригодится ей в дальнейшем творческом пути. Екатерина Опёнова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Вот уже больше 10 лет Елена Гринёва работает у Дворца детского творчества педагогом дополнительного образования и руководит творческим объединением «Истоки». Эту профессию она выбрала не случайно. Елена выросла в семье учителей. Бабушка заведующая яслими, мама – учитель русского языка и литературы. Видя перед глазами живой пример, Елена решила стать педагогом. Закончила педагогический университет имени Минина в городе Нижнем Новгороде с редкой специализацией краеведения. Ну и здесь уже, наверное, для меня про профессию я не вставал. Вопрос только в том, в каком направлении я буду заниматься. Вот для себя выбрала историю. Елена Гринёва стала автором ряда образовательных программ и проектов, которые она успешно применяет в своей практике и использует на занятиях с детьми. Свой опыт и профессиональные наработки она представила жюри муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям». В этом году пришло положение по участию в конкурсе «Сердце отдаю детям» для педагогов туристико-кроведческой направленности. Конечно же, я с радостью согласилась, тем более материалы уже были готовы давно. Программа написана 13 лет назад, но она модифицировалась, опробировалась и, естественно, представлена в самом лучшем виде. Конкурс профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования предусматривает несколько этапов. Претенденту на победу необходимо рассказать о себе, о своих достижениях и представить одно занятие с детьми в форме электронной презентации. Участие в конкурсе всегда для педагога – это большой опыт, это новые идеи, встреча с новыми людьми и, конечно же, движение вперёд. Конкурс «Сердце отдаю детям» проводится в нашем городе уже много лет. За это время в стенах Дома учителя выступили педагоги самых различных направлений дополнительного образования – художественно-эстетического, естественно-научного, гуманитарного и других. Конкурс, который позволяет педагогам сказать о себе, познакомить городскую общественность со своей работой, самоутвердиться в педагогической среде. Ну и я считаю, что это такой мощный этап в плане профессионального роста. Победа на городском этапе конкурса стала для Елены Гринёвой путёвкой в Нижний Новгород совсем скоро, и ей предстоит защищать честь Сарова на областном уровне. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Последние минуты перед выходом на сцену. Есть время ещё раз заглянуть в сценарий выступления и собраться с мыслями. Финалист городского конкурса «Ученик года» Никита Бондарев считает, что формула победы – это поддержка команды, помноженная на уверенность в своих силах. Помимо того, что у меня есть достижения в этой области, в этой области, будет ещё и здесь. То есть, может быть, это даже какая-то возможность доказать себе, что я могу ещё что-то, помимо того, что я решаю задачи и играю в интеллектуальные игры. Оценивала конкурсантов два состава жюри – педагоги и школьники. Взрослые сделали акцент на критериях и пунктах положения, а дети руководствовались эмоциями и реакцией зала на выступление. Самая юная участница Вика Сафронова на конкурсе представляла школу номер 11. Выступать для неё на сцене уже привычное дело, а бороться за звание ученика года, да ещё и с такими сильными соперниками – новый полезный опыт и большая ответственность. Чтобы такое масштабное мероприятие, такое было конкурс, я ещё ни разу не выступала, мне, конечно, страшно. А сейчас, когда я только с визиткой выступила, мне уже как-то полегче стало, я уже готова участвовать ещё в двух конкурсах. Просто получить кайф от этого, то, что ты выступаешь. Это твой опыт. Вот у меня это первый опыт. И надеюсь, что ещё не последний. Яркие номера первого творческого конкурса – это результат долгих часов репетиций и работы над сценарием. После фееричных выступлений с песнями и танцами претендентам на звание ученика года предстояло проявить свои знания в различных областях наук и продемонстрировать нестандартный подход к решению логических задач. Пройдя отборочный этап в стадию подготовки к выступлениям, каждый из шести финалистов с уверенностью может ответить на вопрос, кто же всё-таки такой ученик года. Ученик года – это тот, во-первых, это самое важное, тот, кто учится хорошо, тот, кто много чего знает, эрудирован. Помимо этого, если мы говорим про этот конкурс, значит, он должен быть артистичен, он должен быть уверен в себе. Победителем конкурса стал 11-классник из 15-го лицея Никита Бондарев. Призерами – ученицы 14-й школы Виктория Сухорукова и Анна Храмова из 2-й гимназии. Приза зрительских симпатий удостоился Артём Белавин из 10-й школы. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Сотовые телефоны сданы, документы о неразглашении подписаны. По легенде, участники деловой игры в рамках городского проекта «Профтренд» оказались на режимном объекте. Педагоги перенеслись в далёкий 2033 год. На ближайший час им предстоит переуплатиться в сотрудников сверхсекретного конструкторского бюро. А помогут им в этом те, кто в реальной жизни каждый день сталкиваются с чертежами изделий. Мы сегодня пригласили действующих инженеров-конструкторов, инженеров-технологов и настоящего главного конструктора. Педагогов поделили на три команды, каждая из которых должна спроектировать деталь. После создания чертежа участникам предстоит пройти несколько этапов согласования изделия. Победителем будет считаться то конструкторское бюро, которое выполнит все требования и первым получит печать главного конструктора. Для школьников, наверное, когда я была сама школьником, я понимаю, что когда просто вот нудная лекция, она вообще никому не нужна. Мы выбрали специально такую игру, как бы специально, что на каждой стадии, как квест. Сейчас это очень модное, наверное, направление, как квест, когда каждый разгадывает. На каждой стадии мы специально разработали роли у каждого из нас. И специально придумали легенду, специально придумали задания, специально придумали такие детальки, не такие сложные. Новый формат деловой игры в рамках городского проекта «Профтренд» сначала предложили опробовать на себе учителям и заместителям директоров школ. И уже только потом выйти на целевую аудиторию учеников девятых-десятых классов, учитывая все пожелания и замечания педагогов. Они каждый день работают с детьми, мы каждый день работаем с документацией и с деталями, поэтому мы немножечко далеки от детей, не знаем, чем они уличены, будет ли им интересно. Поэтому мы решили сначала попробовать на учителях, потом они внесут свои коррективы, что им было сложно, что им было трудно. Деловая игра в рамках атласа профессий в НИЭФ для школьников пройдет 11 января во Дворце детского творчества. На каждой упаковке пиротехники, будь то простые бенгальские огни или крупные фейерверки с несколькими десятками залпов, прописана инструкция по применению и указан радиус опасной зоны. На последний пункт сотрудники пожарной охраны рекомендуют обратить особое внимание. Именно радиус опасной зоны позволит выбрать оптимальное место для запуска. Если там указан радиус опасной зоны 50 метров, то, соответственно, нужно выбрать такое место в городе для запуска этого фейерверка, которое будет удалено от ближайших строений и домов на расстоянии 50 метров. Самому гражданину, который будет поджигать и запускать это пиротехническое изделие, необходимо покинуть радиус опасной зоны. Правильная установка салюта или фонтана перед запуском – залог того, что праздничное настроение не будет омрачено неприятными последствиями. Снаряды могут перевернуться и выстрелить не в воздух, а полететь в разные стороны, и горящие части фейерверка попадут в человека. Если вы устанавливаете какое-то большое пиротехническое изделие, нужно выбрать площадочку, утрамбовать место его установки снегом, чтобы исключить случай перевертывания данного изделия. Если это какие-то свечи, то нужно поглубже поставить его в сугроб и ровно вертикально вверх. На сегодняшний день в нашем городе действуют 11 официальных точек продаж пиротехники. Там есть все сертификаты, заключения о результатах проверок и другие необходимые документы. Для горожан в свободной продаже доступны пиротехнические средства бытового назначения, которые относятся к первому, второму и третьему классам пожароопасности. Пиротехнические изделия отпускаются только лицам старше 18 лет. Есть некоторые изделия, на которые производитель устанавливает возрастной ценз 16 лет. Вот их мы можем отпустить лицам от 16 лет. Специалисты настоятельно рекомендуют горожанам помнить о технике безопасности, не запускать крупные фейерверки во дворах и на время активизации любителей пиротехники держать закрытыми окна и форточки своих квартир. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Идея провести акцию «Подвешенная книга» у работников библиотеки появилась давно. Они позаимствовали ее у итальянцев. Правда, у них акция называется «Подвешенный кофе». Каждый человек, у которого нет возможности купить себе чашку ароматного напитка, может рассчитывать на заветную порцию, предварительно оплаченную доброжелателем. Мы немножечко интерпретировали идею этой акции «Подвешенная чашка» и решили, что у нас будет в библиотеке акция «Подвешенная книга». Дело в том, что часто читатели приходят и начинают делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, советуют друг другу. Мы решили, что это хорошая возможность для того, чтобы ее использовать и продвигать книгу среди читателей. Несмотря на то, что акция в библиотеке стартовала всего месяц назад, в ней уже приняли участие более 50 человек. Все они брали книги и после прочтения оставляли на специальных стикерах отзывы о произведении. Благодаря чему следующий читатель может прочитать рекомендации и на их основании выбрать себе понравившуюся литературу. Есть книги, которые, конечно же, востребованы и в особой рекламе не нуждаются, и читатели их ждут, бронируют. И эта книга, ну скажем так, виртуально проходит через эту акцию «Подвешенная книга», потому что как только ее сдают, мы тут же звоним и говорим, что наконец-то до вас дошла очередь, и вы эту книгу можете почитать. Акция «Подвешенная книга» продлится до конца февраля 2019 года. А для любителей вкусного и душистого чая работники библиотеки приготовили выставку «Его Величество чай», на которой представлены книги с различными рецептами этого напитка. Ирина Вашегородцева, Константин Островский и Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Один из главных поводов для гордости в уходящем году – рождение сервиса «Умный Саров.РФ». Платформу запустили летом, и за эти месяцы благодаря ее работе удалось решить множество проблем, которые на первый взгляд могут показаться мелкими, но на самом деле ощутимо осложняют жизнь горожанам. Неубранные дороги, отсутствие освещения, загороженные проезды, брошенные автомобили. Сервис продолжает развиваться, и в следующем году будут доступны новые функции. Но уже сегодня «Умный Саров.РФ» стал платформой, которую готовы взять за основу во многих муниципалитетах страны. Мы в городе Сарове придумали то, что многие серьезные игроки не смогли придумать. Мы это сделали достоянием всех. Мы вошли в партнерские отношения с компанией госкорпорации «Росатом». И вместе с госкорпорацией «Росатом», с компанией «АТЭК» мы сегодня развиваем этот продукт, демонстрируем на всех площадках федерального уровня и международного уровня. Впрочем, в выходящем году были поводы не только для радости. Огорчилась ситуация с парком Зернова. Детскую площадку там не сдали в срок, но обещают закончить строительство к 20 декабря. Пока не удалось решить вопрос и с созданием в городе рынка доступного жилья. Конечно, здесь есть над чем работать. Здесь мы пока не достигли тех целей, которые ставили перед собой. И у нас есть обязательства перед многодетными, у нас есть обязательства перед очередниками. И есть обязательства перед всеми горожанами в городе Сарове создать понятную перспективу для жилищного строительства с предсказуемыми ценами на жилье. Что касается многодетных семей, в начале 2019-го часть из них уже получит земельные участки под строительством. Еще один вопрос, который вызывает тревогу – обращение с твердыми коммунальными отходами. Сегодня в городе он не на самом высоком уровне. Мы, конечно, молодцы. Мы красивые и умные. Но если попасть на нашу свалку, то понимаешь, что что-то не так. Что-то в нашей жизни не до конца доделано, не до конца додумано. Если мы в срочном порядке не будем менять наши отношения к отходам, к работе с ними, мы скоро останемся без жизненного пространства. Ну и, конечно, самый острый вопрос – это возможная отмена в следующем году бесплатных школьных завтраков, групп продленного дня и ряда льгот. Эти изменения должны были быть отражены в бюджете 2019. Но рассмотрение и утверждение проекта финансового документа Думой перенесли. По словам главы администрации, эта пауза нужна для того, чтобы найти оптимальное решение, как не создать социальную напряженность в городе, но при этом не попасть на штрафы от Минфина. Мы не можем многие вещи рубить на корню. Соответственно, вот ту паузу, которую мы все вместе взяли, вместе с городской думой, вместе с вами, вместе с теми, ну, департаментом образования и с остальными, значит, чтобы еще раз внимательно все посмотреть, оценить последствия наших шагов для себя, для городского бюджета, для города в целом, для населения. И в итоге, чтобы мы приняли взвешенное решение, с которым мы все согласны. Также Алексей Голубев рассказал о перспективах развития проекта «Большой Саров», его личном отношении к Олимпиаде в Корее и о том, кого он считает Человеком года в 2018-м. Подробнее об этом читайте на сайте sarov24.ru. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. С начала боевых действий в Чечне прошло 24 года. В этой войне погибли наши соотечественники, отдавшие жизнь за мир и спокойствие в стране. К сожалению, многие ушли в вечность, но мы должны помнить о них всегда, пока мы живы. Вечная слава живым и мертвым. И вечная память погибшим. У памятника воинам-интернационалистам собрались родные и близкие погибших. Представители городской думы, администрации, школьники, студенты и воспитанники военно-патриотических клубов Центра внешкольной работы. Каждый человек, каждый студент, каждый воспитанник военно-патриотических клубов, да вообще каждый гражданин России должен помнить свое прошлое. Пока мы помним прошлое, мы смотрим в будущее. Участники митинга вспомнили каждого саровчанина, погибшего во время боевых действий на территории Чеченской Республики. И почтили память павших воинов минутой молчания. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Сегодня в Ледовом дворце жарко. Молодежная комиссия при правкоме завода «Авангард» устроила заводчанам настоящий праздник с играми, конкурсами, шоу, мыльных пузырей и выступлением Деда Мороза и Снегурочки. Давайте узнаем, как настроение у гостей сегодняшнего вечера. Сегодня мы пришли наконец-то на лед за долгое время. Здесь очень весело, хорошая атмосфера. Я сюда сегодня пришел с мамой и с друзьями. Спасибо огромное всем за такое классное мероприятие. Я хотела бы сказать спасибо всем администраторам, потому что оно получилось правда веселым, не забываемым, было очень много конкурсов. У меня хорошее настроение, здесь очень весело и больше всего мне понравилось мыльное шоу. Праздничное настроение гостям ледового праздника дарили Дед Мороз и Снегурочка. Для детей проходили различные конкурсы, а изюминкой вечера стал шоу мыльных пузырей. Я хотела поблагодарить нашу молодежную комиссию, организаторов этого мероприятия. Вообще они у нас большие молодцы, они проводят очень много интереснейших мероприятий в году и это одно из них. На лед вышли более 200 человек. Работники завода «Авангард», члены профсоюза, их супруги и дети. Не обошлось без приглашенных гостей. К заводчанам присоединились депутаты городской думы Антон Ульянов и Евгений Данченко. Здесь же объединены люди с одного завода, завода «Авангард». Они встречаются в неформальной обстановке, непринужденные, общаются, знакомятся с детьми, дети друг с другом знакомятся. То есть это такой хороший семейный вечерний досуг великолепный. На самом деле, такие мероприятия надо почаще проводить. Почему? Потому что, ну, во-первых, взрослые дети занимаются спортом, спорт – это здоровье. Ну, а во-вторых, такие мероприятия они как-то сплочают и люди начинают больше общаться именно с собой. Катание на коньках подарило саровчанам море положительных эмоций и хорошего настроения. В планах организаторов сделать подобные праздники традиционными. Уже в эти выходные в нашем городе стартует турнир «Зимний мяч-2018», на котором встретится сразу несколько любительских команд. В течение двух месяцев спортсмены будут бороться за главный приз соревнований. Зимний мяч может играться и зимой. Поле, в принципе, почищено, зеленое, почти как летом, но только со снежком. Собираемся мы его здесь проводить. Формат такой же, как и летом, 11 на 11. 11 в поле, то есть три суди, медик на игре. В этом году на поле встретятся восемь команд. Им предстоит сыграть друг с другом по пять матчей и побороться за призовые места. Как отметил председатель Федерации футбола города Сарова Анатолий Куликов, в этом сезоне сократится время игровых отрезков и длительность самого чемпионата. Команды будут играть таймы по 35 минут. Еще один нюанс зимнего футбола, что люди, которые будут у нас выходить на замену, чтобы они не мерзли, не стояли, у нас будут разрешены обратные замены. То есть пять минут поиграл, десять отдохнул, пятнадцать поиграл, чтобы все люди в тепле находились и в движении. Следить за расписаниями игр турнира можно будет в официальной группе ВКонтакте «Все» в футболе в Сарове. Первая игра на запасном поле стадиона «Икар» пройдет 22 декабря в 11.00. Вход свободный. Чтобы не получить статус браконьера, любителям рыболовам в этом году пришлось тщательно изучать изменения в законодательстве. А их было немало. Самое главное из них – установление в каждом регионе страны своей квоты на улов. Чтобы не превысить норму и точно знать, оставлять пойманную рыбу или отпустить обратно водоем, придется брать с собой весы. А если ловля идет несколько дней, то приводить другие доказательства легального промысла. Это могут быть чеки с заправок, это могут быть договоры с рыболовными базами и так далее. Ловля рыбы всегда регламентировалась федеральными и региональными нормами и правилами. Теперь их все объединил закон, обсуждение которого длилось более шести лет. И вот в начале декабря депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, который разрешает бесплатную и свободную любительскую рыбалку на реках, озерах и прудах общего пользования, кроме особо охраняемых территорий. Основная задача предоставить любителям возможность ловить рыбу, но при этом ограничить браконьеров и вести определенную строгую норму закона касательно именно граждан, нарушающих закон. Долгое время рыбу вылавливали бесконтрольно, никто не следил за восстановлением водных биоресурсов. Поэтому популяции многих видов рыб значительно сократились и находятся на грани исчезновения. Чтобы сохранить рыбу в реках и озерах, новый закон расширил список запретных для рыболовства участков. На некоторых ближайших к Сарову водоемах рыбалка запрещена уже давно. В первую очередь самое близкое к нам – это озеро Светлое, Темняковский район, то есть это в районе Жигалово, некто наших рыболов городских. Норма не новая, запрет на ловлю там всегда был. То есть это считается нерестилищем и рыбопроизводственным участком. За нарушение закона предусмотрены значительные штрафы и уголовную ответственность. Так что прежде чем отправиться на рыбалку, внимательно изучите закон и региональные правила, где четко прописано, где ловить, чем и сколько улова можно забрать с собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова